Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Английский поэт-метафизик, автор духовной лирики Джорд Херберт однажды сказал, «Молитва должна быть ключом дня и замком ночи». Друзья, в наших передачах мы знакомимся с молитвенными опытами разных людей. Мы рассматриваем библейские истории, читаем тексты для того, чтобы голос Божий слышен был в наших сердцах и нашем разуме. И, конечно же, мы возносим к престолу милости и благодати наши с вами молитвы. И в начале нашей передачи предлагаю пригласить Господа в нашу студию и в наши сердца. Помолимся! Дорогой наш любящий Отец Небесный, слава Тебе! Слава за Твою милость! Слава Тебе за Твою заботу о нас, людях, живущих на этой земле, на земле, где царствует грех. Мы благодарны Тебе за охрану, которую Ты даруешь нам. Благодарны Тебе за Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. И сейчас, когда мы начинаем эту программу, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам использовать момент и прославить Тебя. Пусть все, что будет сказано здесь, в этой студии, чтобы было только для Твоей славы, любящего и заботливого нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, хочу напомнить, что мы ждем ваши сообщения с молитвенными просьбами, а также со словами благодарности нашему Господу, которые вы можете написать внизу под этим видео в строке «Комментарии». Если вам удобнее, вы можете это сделать текстовым сообщением, прислав на номер телефона 916-827-8540. Мы их прочтем на нашей программе, и ваши молитвенные просьбы обязательно отправим в наши молитвенные группы. И еще, если вы проживаете в округе Сакрамента или близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться в нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир, эта программа станет благословениями как для нас, участников, так и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостя нашей передачи Евгения Скрипникова. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Я очень рад, что вы согласились поучаствовать в нашей программе. Спасибо вам за приглашение, слава Богу за эту возможность. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, прежде чем вы расскажете свой молитвенный опыт. Скажите, откуда вы родом? Я родился в городе Ростов-на-Дону. Вот сейчас совершаю пастырское служение в городе Краснодар. Являюсь пастором общины Краснодар-Центр и молодежным лидером, руководителем Краснодарской конференции. Я так понял, что здесь у нас Сакрамента, вы в гостях, да? Да, я в гостях нахожусь. Это интересная история, потому что я приехал на юбилей к моему пастору-наставнику, благодаря которому я пришел в церковь. Если интересно, я могу рассказать об этом. Да, да, конечно. Вообще, я вырос в семье, мы были верующими, но мы не были адвентистами седьмого дня. И в 16 лет я попал на программу. Это была программа посвящена здоровому образу жизни. И проповедовал, проводил ее пастор Михаил Георгиевич Олейник в блоке изучения Библии. Он проповедовал о книге Даниила. И это было мое такое первое соприкосновение с Библией. Я до этого момента никогда не читал Библию. Я хотел стать военным, военным психологом, занимался спортом. У меня была такая перспектива передо мной. И вот впервые в жизни я услышал Библию. И, конечно, Слово Божие, оно меня покорило. Я пришел домой, открыл интернет, начал перепроверять эти данные, книгу Даниила, повествования. И, конечно, Слово Божие меня впечатлило. И тоже это ответ такой, ответ на молитву. Потому что на четвертый день программы евангельской, вот я помню, что я сидел где-то перед сценой, слушал пастора. И у меня в сердце возникло такое желание. Не знаю, можно ли это называть молитвой, но я подумал, Господи, вот бы этим заниматься, вот бы людям проповедовать Евангелие. Так, как этот пастор, да? Как этот пастор, да. Я тогда еще не был крещеным, я не был адвентистом, я ни разу не читал Библию, и я даже не знал, что такое быть пастором. Я уверен, это была молитва. Сто процентов. Но Господь, вот это желание моего сердца, ощущение моего сердца, когда я слушал, как Михаил Георгиевич проповедовал, убеждал людей, призывал к покаянию, Он это мое сердце увидел, прочитал, и сегодня я могу поблагодарить Бога за то, что я совершаю это служение, что я в церкви, это большое благословение. Слава Богу. Но получается, я заметил, вы когда смотрели, как пастор проповедует, вы в сердце своем сказали, вы помолились, да, была ли это молитва или нет. Все-таки, значит, до этого опыт молитвы у вас был. Вы сказали, что родились в семье верующих людей, да, то есть вас учили с детства, что Бог есть и нужно молиться. Было такое? Да, безусловно. Моя мама обращалась к Господу, но я вот помню, что особое впечатление о молитве, если так сказать, что я научился молиться, это случилось благодаря моей бабушке, моей любимой бабушкой. Я был летом на летних каникулах у нее в гостях, и вот мы как-то сели с ней, она мне рассказала, как нужно молиться. И вот после летних каникул я вернулся домой уже с молитвой «Отче наш». Это был мой первый опыт, можно так сказать, когда я осознанно обращался к Богу. Я не помню, сколько мне было лет, может быть, 8 лет, может быть, 10 лет. Но вот я начал обращаться к Богу. Я помню, мы молились вместе с моей мамой. И, конечно, вот это стало для меня таким первым опытом познавания Бога. Но, конечно, я бы сказал о том, что поведение моих родителей, то, как они относились ко мне, их забота, их доброта, ценности, которые они мне прививали, вот это сформировало образ Бога, что такое Бог, который есть любовь, что такое истина, что такое настоящая любовь, которую мы можем познать здесь, на земле. И впоследствии, когда я начал читать Библию, я понял, как Бог открывает свою любовь к нам, людям. По сути, уже еще до программы, я так правильно понял, уже опыт молитвенный у вас был. И плюс ко всему, как вы сказали, родители постарались и сделали все, чтобы подготовить вас, ваше сердце, вот, к тому, чтобы вы сели на программе, слушали и сказали, Господи, я тоже так хочу. Я думаю, молитва была очень искренняя, потому что она от сердца исходила. Это Божье благословение, это молитва, которую я не произносил, но как написано, да, открывайте свои желания перед Богом. Конечно, вот пастор Михаил Георгиевич, он для меня стал примером, стал наставником, потом он стал моим первым руководителем, он направил меня в Духовную Академию, вот, я учился в Завокской Духовной Академии. Интересно отметить, что когда я готовился к поступлению, тоже у меня были определенные переживания, потому что мне было 17 лет, я должен был отказаться от той карьеры, которую я себе представлял, как я уже сказал, это была психология, военный психолог, поступить в Духовную Академию. И тоже был такой интересный момент, когда я молился, и уже должен собирать чемодан, и сел читать Библию, и открывается библейский текст, в котором написано послание апостола Павла к Тимофею, кто епископства желает, доброго дела желает. Я понял, Господи, значит, Ты меня ведешь, Ты направляешь меня на правильный путь. И я благодарен Богу, что моя жизнь сложилась таким образом. Я никогда не представил бы себе, что я буду священнослужителем, что Бог подарит мне столько интересных людей, что церковь – это особая страница в моей жизни. В церкви я нашел свою любимую жену, встретил ее, и это тоже ответ на молитву. Поэтому я благодарен Господу за Его благословение, за Его водительство. Значит, получается, в общем-то, базу молитвенную вложила бабушка, затем мама, папа, понятно. А вот базу пастерства все-таки Ваш духовный наставник, Михаил Георгиевич Олейников, да? Да, да. У него, кстати, скоро будет юбилей 70 лет. И я благодарен Богу, что сегодня люди проповедуют Слово Божие. И Слово Божие находит отклик в сердцах, где бы мы ни находились, в какой бы стране мы ни жили. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Скажите, ну, а сегодняшний молитвенный опыт, который Вы подготовили, как-то связан с пастерством, с детством? Или о чем сегодня будет опыт? Сегодняшний опыт, он связан вообще с моей жизнью. Потому что я мог его назвать так, 30 долларов заплатить и умереть. Как бы это страшно ни звучало, потому что вот Бог в тот день совершил чудо в моей жизни. Стало для меня это серьезным уроком, что каждый день нужно молиться. Давайте я расскажу, как это было. Да, конечно. Значит, это был 2014 год. Я вспоминаю этот опыт, потому что я вижу, как в людях он находит отклик. И действительно, это такой, знаете, опыт и переживание, которое я прожил, прошел. И поэтому я благодарен Богу за его охрану. Это был 2014 год. Мы поехали в отпуск. Это была зима. Очень короткий отпуск, 5 дней буквально. Мы были в Египте. Я вообще очень люблю спорт. Я знаю, что вы тоже спортом занимаетесь. Я тоже был в Египте. Видите, тогда вы поймете, о чем я буду говорить. Да, я уже представляю. У меня картинка рисуется. Да, и у меня с детства была мечта когда-то вот окунуться с аквалангом, погрузиться в море. Тем более Красное море начинается очень красивым. Тогда были немного другие цены, другие возможности. Вот мы на 5 дней смогли оказаться в Египте. И я еще, как человек с Кавказа, я люблю торговаться, люблю беседовать. Поэтому мне сделали хорошую скидку. Всего 30 долларов я должен был заплатить по тем деньгам. Это 1000 рублей. И я такой счастливый, что вот за 1000 рублей у меня будет 2 погружения. Я наконец-таки увижу эту красоту. Кораллы. Кораллы, Красное море, желтые кораллы, красные кораллы. Ну и вот мы плывем на этой лодочке. Настало первое погружение. И тут я понял, что не все так прекрасно. Потому что наша группа примерно была в группе 30 человек, 35 человек туристов. Россия, Украина, оно с разных стран. Что-то стало происходить. Одна девушка прыгнула с этой лодки, ударилась о борт. Другая девушка прыгнула в воду, маска слетела, вода очень соленая, она не смогла плыть. Другой молодой человек начал погружаться, что-то пошло не так, кто же он вернулся. Я смотрю, как-то, ну не так это радужно, а мечта смотрится. Может остановиться, не было мысли. Да, да, что-то пошло не так, как говорит молодежь. Но ты погружаешься с инструктором, он тебя контролирует, поэтому как бы я чувствовал себя безопасности. И вот мы нырнули в воду, начали погружаться. И такое, знаете, интересное чувство, если наши зрители тоже когда этот опыт переживали, они могут себе представить, что тебе нужно преодолеть себя, потому что ты погружаешься, не хватает кислорода немножко, ты вдыхаешь только через рот, ну вот такой дискомфорт. Но когда ты видишь эту красоту, я забыл про все какие-то свои переживания, страхи. Вот моя мечта исполнилась. Черепаха проплыла, рыбы, там рыба Наполеон, она очень большая. Но знаете, я просто погрузился в эти эмоции, и время там 20-30 минут, мы отплавали очень быстро и как бы без каких-либо проблем. Мы поднялись, у нас была короткая передышка, и вот тут начиналось мое второе погружение. И вот здесь как раз таки вот эта тема, которую я озвучил, 30 долларов и как не умереть, потому что потом произошло что-то страшное. Значит, у нас перед погружением нас обучали, если что-то происходит не так, какая-то критическая ситуация, были знаки. Ну, я сейчас уже некоторые забыл, но примерно так, да, вот это означает знак проблема. То есть проблема с маской, проблема там с баллоном, с ластами, акула. Вот это знак означает акула, там нужно опуститься на дно, хотя не знаю, чем это поможет, но вот такая инструкция. И мы плаваем, все прекрасно, все хорошо. Опять 20-30 минут? 20-30 минут, да. Все прекрасно, мы наслаждаемся Божьей красотой, Божьим величием. У нас есть видео, которое запечатлило эти моменты. И вдруг я делаю вдох, а в моей трубке нету кислорода. Я думаю, ну, может быть, я как-то неправильно вдохнул, делаю резко второй вдох, а вот, знаете, такие впечатления, что просто как будто мне одели пакет на голову, то есть в вакуум и тишина, и пустота. Незаправленный баллон получается? Да, я тут понимаю, что в моем баллоне закончился кислород. А глубина какая? Глубина была. Мы, значит, плавали на глубине 10 метров, потому что инструктор уже был во мне уверен, мы как бы первый раз хорошо плавали. Потом на этом баллоне плавали другие люди, и, видимо, они почему-то решили, что я могу плавать без кислорода. И на глубине примерно 5 метров, вот я делаю всего вот эти два вдоха, чтобы оценить ситуацию, я понимаю, что просто пустота, просто вакуум. И я, знаете, вот, наверное, всю жизнь запомню вот этот взгляд. Я как бы смотрю наверх, а там так далеко, до этой поверхности, до свободы, до воздуха, так далеко. И плюс надо понимать, что ведь на тебе кислородный баллон, ласты, не так удобно в них с непривычки плавать, утяжелители. То есть быстро не всплывешь. Быстро не всплывешь, да. И я вспомнил вот эти знаки, я ему показываю, у меня проблема с трубкой. Но я не виню этого инструктора, видимо, он тоже как-то растерялся, потому что все было хорошо, и вдруг какая-то нештатная ситуация. Я ему показываю проблема с трубкой. И я вижу, что он растерялся, то есть он ничего не предпринимает, а у меня кислорода нет, от слова совсем нет. Потому что принцип, вы наверняка знаете, что перед тем, как сделать вдох, нужно выдохнуть весь воздух. И вот делаешь вдох, выдыхаешь и вдыхай. Я выдохнул все, что у меня было, а там ноль. Я понимаю, что мой друг, инструктор никак мне не помогает, и я понял, что нужно плыть. Некоторые люди спрашивали меня, успел ли я помолиться в этот момент. Я даже не успел помолиться. И вот это стало таким моментом для меня, что иногда в нашей жизни происходят ситуации, когда мы даже не успеем помолиться. Мы даже не успеем просто сказать, Господи, помоги, у нас не будет такой возможности. И поэтому очень важно каждый день в течение дня рано утром и поздно вечером вручать в руки Господа свою жизнь. И тогда ты будешь знать, что у Бога все будет под контролем. Я не могу сказать, как я всплыл. Я признаюсь, что я не видел каких-то ангелов, я не видел каких-то чудес, но каким-то образом вот эти пять метров, я уверен, что была такая глубина, с этим омудированием. Я как-то поднялся. Я вот помню, знаете, вот этот вот первый вздох, как будто что-то меня как бы подкинуло. Я никого не видел, но я знаю, что Бог был там и Бог меня защитил, Бог спас меня. И вот я делаю вдох и я чувствую, что вот она, поверхность, я живой. И вдруг через секунду я ложусь на спину, потому что я понимал, что тяжело находиться на поверхности воды. Вдруг появляется инструктор, через несколько секунд хватает меня, он вспомнил, видимо, что я ему платил за то, чтобы он меня спасал. И он начинает меня тянуть вниз. Вниз, а на глубину. А трубка снята. А трубка снята, да. Видимо, я не знаю, что с ним происходило, может быть, он новичок был, но, наверное, он боялся, что от резкого всплытия, как это называется, кессонная болезнь, вот, видимо, он переживал за это, потому что мы действительно были на глубине. Он как-то хватает меня вниз, но я так аккуратно его оттолкнул, лег на спину. И самое забавное, что на лодке стоит моя мама, которая снимает это все на камеру, потому что я ее попросил об этом, это прекрасные эмоции, пожалуйста, засними на видео. И она не понимает, что произошло. Но она уже видит, да, что там какая-то нештатная ситуация, и я доплыл до этой лодки, вылез на лодку, у меня такие красные глаза, вот, полопались немножко сосуды. От быстрого, от быстрого, да, подъема. Я сажусь, проверяю свой датчик, это была, конечно, моя ошибка, я доверился этим людям, думал, что они профессионалы, не проверил объем кислорода, смотрю на этот датчик, а стрелка лежит. На нуле. Просто даже, да, за нулем даже, то есть стрелка лежит, кислорода нет вообще. И я понимаю, что все меня поступили, как ты себя чувствуешь, и я понимаю, что просто-напросто, если бы я там отключился, потому что этот подъем, но все равно он занимал несколько секунд, некоторое время, это не 10 секунд, так быстро не всплывешь. Если бы я отключился, наверное, этот юноша, инструктор, он, не знаю, вытащил бы у меня, он позвал бы помощь, то есть я не могу прогнозировать, как бы дальше сложилась моя жизнь, если бы не Божья милость, если бы Господь, ну, не вытащил меня. Я опять-таки повторяю, что я не видел чудо, я не видел ангела, но я знаю, что они там были. Я уверен, что Господь спас меня. Через полгода я был в своем городе, где я совершаю пастырское служение, я уже к тому времени был пастором, и я ехал за рулем, и вдруг мне пришло осознание, что этот день, это день моего второго рождения. Я остановился, я заплакал, потому что как-то в тот момент я не оценил этой ситуации. Я прославил Господа, я поблагодарил Бога за то, что даже не успев помолиться, просто веряя в руки Божьей свою жизнь, Господь был там со мной. Был еще один интересный момент. Через день после этого мы улетали, и в самолете я решил попроповедовать, мы там ехали с какими-то людьми, и одному молодому человеку начал рассказывать, делиться, кто я такой, что я священнослужитель. И заговорили про дайвинг случайно, и он говорит, ты знаешь, такая история, с нашего отеля в воскресенье ребята ездили на отдых, купаться, в Росмухаммед заповедник, и там один парень погружался в воду, и ты не поверишь, у него закончился кислород. И этот парень мне начинает рассказывать, как это ужасно, как все перепугались, как эти люди вернулись отдыхать, рассказывают там в отеле. И я говорю, это ты сейчас не поверишь? Ты видишь мои глаза? Ты видишь, что что-то не так? Это был я. И я хочу тебе сказать, почему я остался живой, почему я здесь лечу с тобой в самолете, потому что Бог меня защитил. Я смог ему рассказать о Боге, о Божьей любви. Я сделал для себя важные выводы, что вот многие люди, я как мужчина, я люблю спорт, я катаюсь на сноуборде, я люблю активность, но есть многие люди, которые спрашивают, готов ли ты прыгнуть с парашютом, или хочешь ли ты попробовать экстремальные виды спорта. Я понял для себя, что я не хочу доверять свою жизнь кому-то другому, если этого не требует необходимость, если человек работает спасателем, ну понятно, что он должен это делать, рисковать своей жизнью, но просто ради эмоций, просто ради вау, ради эндорфинов. Этого не стоит делать, потому что наша жизнь очень дорого стоит, за нее заплатил Христос. Ну и конечно, я безмерно благодарен Богу за эту минуту, и как писал Давид, да, из глубины, из пучины ты вытащил меня, извлек меня, я это пережил на своем жизненном опыте. Если заканчивается кислород, если нет сил, если твой инструктор тебе не помогает, если ты не знаешь, что делать, есть Бог, для которого нет сложных ситуаций, который всемогущий Господь. Если ты отдаешь себя в руки Божьи, Бог никогда никому тебя не отдаст. Я очень искренне ему за это благодарен. Слава Богу, аминь. Спасибо, очень интересный опыт, и я так подметил, что для себя вот тот момент всплытия вы не помните? Я не помню. Я помню только мой взгляд наверх, и я помню вот этот вот, знаете, как будто, ну, как будто я оттолкнулся одна, то есть я вот вынырнул, и я как будто оттолкнулся одна. Я не хочу в этой истории чтобы что-то приписывать себе, но я не знаю, как так могло произойти, потому что я помню точно, что я все выдохнул, у меня не было кислорода, это неожиданная ситуация, но вот я знаю точно, Божья милость была там со мной. Аминь. Слава Богу. Спасибо большое за этот чудесный опыт, и я думаю, для молодежи, и для всех это хороший урок, хороший опыт, и пусть никто не пережил. Пусть каждый из нас отдает себя в руки Божьи и не рискует той жизнью, которая бесценна, драгоценна в глазах Господа. Ну, у нас, Евгений, на передаче традиция, гость у нас всегда молится. И так как вы занимаетесь с молодежью, отвечаете за молодежное служение, то есть не только пастырское несете служение, за молодежь, я хотел бы вас попросить помолиться как раз за молодежь, за нашу молодежь, нашей церкви, за молодежь во всем мире, чтобы Господь держал их в своих руках и вел, вел их ко спасению. Сегодня так много и соблазнов, сегодня и очень хочется молодежи какого-то экстрима. и особенно помолитесь за ту молодежь, которая, ну как мы говорим, ну немножечко заблудилась, была с Богом и на какой-то момент оставили ее и живут как бы своей жизнью, как они, может быть, считают свободной. Помолитесь, пожалуйста, за этих людей особенно, чтобы они вернулись к Богу, вернулись к церкви. Давайте помолимся. Святой праведный Господь, всемогущий и все видящий. Господь, однажды Ты раздвинул воды Красного моря, когда Моисей и народ Твой нуждался в Твоей помощи. И мы убеждены, Господь, что и в нашей жизни Ты можешь сдвинуть горы, Ты можешь раздвинуть море, Ты можешь извлечь нас из глубины и пучины морской, чтобы нас спасти, чтобы подарить нам жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, за молодых людей в нашей церкви. Мы благодарим Тебя за тех детей и подростков, которые сегодня посещают богослужения, которые ищут Тебя. Мы безмерно благодарны Тебе, Господь, потому что эти люди, которых Ты избираешь и призываешь к особому служению, мы знаем, что Ты их особенно любишь и Ты ценишь их. Господь Иисус, Ты был молодым человеком, Ты претерпел все испытания, находясь здесь, на земле. И поэтому Ты знаешь и можешь помочь молодежи в их трудностях, в их сомнениях, в их испытаниях. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты их благословил. Мы просим, чтобы Ты благословил их развитие умственное, физическое, эмоциональное. Мы просим Тебя, Господь, чтобы они приобрели духовные ценности, чтобы эти ребята были как Даниил, как Иосиф, как Есфирь, чтобы они были сильны в вере, сильны, Господь, в том, чтобы проповедовать Евангелие, в том, чтобы не размениваться на временные, якобы, ценности этого мира, но чтобы они могли оценить то, что Ты их сильно любишь и то, что Ты отдал свою жизнь за них. Господь, мы просим Тебя о тех людях, которые сейчас смотрят эту передачу, о тех молодых людях, которые испытывают сомнения, переживания, не видят смысла в своей жизни, не видят тех людей, которые их любят или понимают. Извлеки, Господь, их из глубокой пучины. Помоги, Господь, чтобы они могли увидеть океан Твоей любви. Обними их, пожалуйста, так, как только Ты это можешь сделать. Прикоснись к их сердцу и помоги, чтобы оно растаяло, Господь, в Твоей любви, в Твоей славе, чтобы они могли знать, что Ты любишь их, что Ты присутствуешь в их жизни и что никогда Ты их не оставишь. Благослови их, Господь, чтобы и они Тебя не оставляли, и чтобы они могли найти Твое призвание в их жизни, чтобы они увидели высокую цель, Господь, которую Ты их призываешь до того славного дня, когда Ты вернешься в этот мир и возьмешь нас к себе, возьмешь нас домой. Мы хотим там быть, Господь. Мы благодарим Тебя за молитву, за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за те опыты, которые мы слышим. Мы благодарим Тебя за церковь, которая является нашим домом, которая является местом, где мы растем и где мы можем служить. Мы прославляем Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за Твой великий характер и за то, что Ты неизменно с нами, как Ты нам и обещал. Я с Вами во все дни до скончания века. Мы Тебя любим, Господь. Мы Тебе поклоняемся. Мы Тебя прославляем и мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще раз большое спасибо, Евгений, за то, что Вы согласились прийти к нам на передачу и поделиться таким вот чудесным опытом. Божьих Вам благословений, успехов в служении, с молодежью, в пастырском служении и, конечно же, в личной жизни. Слава Господу. Спасибо Вам за приглашение. Слава Богу. Друзья, а Вам приходилось общаться с человеком, который Вас не слышит, впрочем, как и Вы его не слышите. Кто-то вспомнит, как сообщал на ходу водителю соседнего автомобиля, что у того не включен свет фар или подспустило колесо. А кто-то улыбнется, вспомнив, как во времена, когда не было мобильных телефонов, разговаривал с супругом через окно родильного дома. Там, где не помогали знаки и жесты, переходили к письменным посланиям. Да, общение с жестами и знаками приводили порой к комическим ситуациям. Только вот общение с знаками нашего сегодняшнего гостя Евгения со своим инструктором чуть не привело к трагедии. Знаете, друзья, слушая историю Евгения, мне пришла мысль. Кстати, предупрежу, что я не собираюсь обидеть или осудить того инструктора, ведь он просто человек. Но пришла такая мысль. Как хорошо, что наш Бог не такой, как тот инструктор. С одной стороны, он понимает, каждый наш знак и знает даже наши мысли. С другой стороны, Иисус Христос ведет к спасению каждого из нас, расставляя на пути, так сказать, множество разных знаков. Начиная с Эдема, когда указал на Спасителя и одел в кожаные одежды Адама и Еву, продолжив в своем воплощении, о котором записано в Евангелии от Луки во второй главе мы прочтем. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель Христос Господь, так сказал пастухам ангел. И вот вам знак. Вы найдете ребенка с пеленатого, лежащего в яслях. А что было после его воскресения? Помните? Один из знаков. История, когда двое учеников шли из Иерусалима в Имаус и беседовали с воскрешенным Иисусом Христом. Понимали они, с кем они говорят? Нет, конечно. Но перед тем, как исчезнуть, Иисус Христос дает им знак. Давайте мы прочтем. Оказавшись с ними за столом, взял Он, Иисус, хлеб, возблагодарил Бога за Него и, преломляя, подавал им. И тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но в этот миг Он стал невидим для них. Друзья, я уверен, что каждый из вас может рассказать множество, множество случаев, когда ввел Бог вас, спасая и направляя через, так сказать, какие-то знаки. Вам не кажется, что Иисус уж очень заинтересован в каждом из нас? удивительно, за что? Мы же не заслуживаем этого. Кто-то может сказать, что иногда не видит или не понимает Бога, и тех знаков он не замечает, и это не только расстраивает, но и пугает. Друзья, а может это нормально? Ведь сами апостолы не всегда понимали Иисуса, и таких случаев очень много записано в Библии. Может быть, в таких случаях нужно, как и в случаях уродильных домов, обращаться к написанному. Ведь благодаря его написанному слову и подтвержденному, кстати, сегодняшним опытом, мы утверждаемся в главном. Бог любит и спасает даже тогда, когда ты не успеешь даже помолиться. Вы тоже так думаете? Ну, а теперь пришло время обратиться к Господу в молитве и познакомить вас с теми молитвенными просьбами, которые пришли к нам на передачу. Субтитры Игорь Негода Игорь Негода Помолимся, друзья. Отец наш Небесный, наш Бог, наш Спаситель, наше упование, мы так тебе признательны. Признательны за твою любовь и заботу. Каждый день нашей жизни ты заботишься о нас, оберегая нас, благословляя, направляя. Ты очень часто показываешь нам знаки, чтобы мы не ошибались и не сворачивались с истинного пути. Господь, ты так в нас заинтересован. Большое тебе спасибо. Сейчас мы обращаемся к тебе с просьбой. Помоги нам всем быть чуткими голосу Духа Твоего Святого и внимательными тем знаком, которые ты расставляешь на нашем жизненном пути. благослови нас, чтобы мы не уходили, не сворачивались с Твоего пути ни налево, ни направо. Дай нам чуткость к Духу Твоему Святому. И сейчас мы просим тебя о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. Мы молим тебя о каждом. Ты в совершенстве знаешь проблему. Ты в совершенстве знаешь тех, кто просит о родных и близких. Ответь, Господь, отпеть по воле Твоей. Мы просим тебя о наших родных и близких, о наших детях. Мы молим тебя, чтобы ты благословил наши церкви. Гряди, Господь, к нам. Помоги нам, детям твоим, быть готовыми к твоему второму пришествию. Славим тебя. Славим и возгличиваем твое чудесное имя Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я хочу сказать большое спасибо Богу и вам за это время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться на нашей передаче, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok